Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня мы посмотрим игрушку Binding Isaac от создателей Super Meat Boy. То есть, игрушка у нас довольно-таки хорошая. Это очередной инди-проект, очередной, по-своему, инновационный тоже проект с довольно интересным графическим стилем и довольно интересным, собственно, геймплеем. История, если кто вдруг не знает, повествует о семейке вот из этой мамаши и ее сыночка Айзека и про то, как у мамаши в один прекрасный момент на религиозной почве поехала крыша, ей стал мерещиться голос Бога, который призывал ее принести ее сына в жертву. В результате чего сынок спрятался в подвале и там ему начали сниться страшные кошмары, в которых мы, собственно, и будем принимать участие. Игрушка, в принципе, вышла буквально на днях. Стоит она 90 рублей в Стиме. Я ее только вот купил своей девушке на ее Стим-аккаунт и, в принципе, с ее аккаунта сейчас и делаю обзор. Так, ну давайте, что ли, досмотрим, дослушаем историю. Дизайн, конечно, в игре знатный, потому что дизайнер, ой, честно говоря, не помню, как его зовут, но очень хороший человек, один из двух создателей Тим Мид, который, собственно, повторюсь, создал Мид Бой. Так, и вот, мамаша, послышался голос, который сказал ей принести в жертву ее сыночка. Ой, какое долгое вступление. Короче говоря, не удивляйтесь, кстати, тому формату, в котором записано это видео, потому что довольно-таки сложно было сделать окошко нормального размера, потому что игра тупо не записывалась фрапсом в полноэкранном режиме. Пришлось запускать в окне и снимать полностью весь рабочий стол, который я по бокам, как вы, наверное, можете видеть, вон по рамке окошка сверху просто вырезал, потому что там, в принципе, ничего интересного нет. Так, ну и вот, собственно, начинаем игру, меню, тут можно выбрать троих персонажей, как я успел посмотреть, пока настраивал звук, но, собственно, мы будем играть за Айзека, потому что игра, собственно, про него и возможности его нам, в первую очередь, интересны. Слева там можно кредиты и саундтрек послушать. Кстати, игра продается отдельно с саундтреком, она 30 рублей, по-моему, дороже. Отдельно без саундтрека за 90 рублей. В принципе, саундтрек тут довольно-таки хороший. Так, только нужно разобраться, вот, кстати говоря, закрытые персонажи, но они откроются, видимо, попозже. Надо разобраться со звуком, почему-то нет звука. В настройках, возможно, я его выключил. Да, я мьют поставил, понятно. Так, ладно, и продолжаем, начинаем разбираться. Так, ВСАД управление. Ой, так, тихо-тихо-тихо. И бомба, судя по всему, конечная, да? Подземелье генерируется в реальном времени, то есть каждый образ, вернее, каждый раз случайным образом. Каждый раз в них появляются разные монстры, разные боссы. В игре несколько концовок и 8, по-моему, ой, 4 главы по 8 уровней. Извините, я сегодня много оговариваюсь, потому что очень уставший по работе. Но, тем не менее. Знакомые с такой игрой, как Зельда, причем с первыми ее частями на... еще на Денди или на NES, кому как удобнее, сразу узнают похожий визуальный стиль и похожий, собственно, геймплей. Во многом игра отталкивалась от него. Мы подобрали помаду. Интересно, для чего нам она? Тут какие-то парни с отрубленными головами. Но, в принципе, это несложно. Конечно, управление немножко требует привыкания, потому что нужно, во-первых, мышку направлять в сторону врагов. Во-вторых, нужно клавиатуры поворачивать в эту сторону, собственно, нашего главного героя. И если хоть одно из этих действий не произвести, то результата в меня его не будет. Поэтому, как вы видите, с управлением я маленько парюсь. Так, ладно. Это что у нас такое? А, мы увеличили сердечки, понятно. Хорошо. Потихоньку исследуем местные локации. А тут у нас что за зоби, мать их? Игрушка, кстати говоря, несмотря на весь свой несерьезный вид, очень сложная, как, собственно, и Супер Мидбой. Хотя Супер Мидбой, на мой взгляд, все-таки был сложнее. По крайней мере, по первым впечатлениям. И, кроме того, игрушка отнюдь не для детей. Как, собственно, опять же Супер Мидбой. Потому что вот эти вот все вспухшие трупы, которые против нас появляются в данных подземельях, которые снятся Айзику. Это я бы сказал... Блин, какие-то мухи полетели из него, обалдеть. Это не самое лучшее зрелище для детей, собственно. Поэтому, если вам нет 16 лет, то проходите мимо, в общем-то. Хорошо. Что ж тут... Блин, убегает от меня постоянно. А, собственно, когда его убиваешь, из него вываливаются зомби. Понятно. Ой, мухи. Блин, что я оговариваюсь сегодня? Ничего не ссу. Работа, работа, работа. Так, это что такое? Ларри... Ларри Джуниор. Обалдеть. Это что за жесть такая? Блин, ну, что-то... Тихо, тихо. Я не пойму, они, похоже, меня чисто не атакуют. Они просто по определенным маршрутам следуют. И у них какие-то какашки из жопы выпадают. И, соответственно, в результате нам становится трудно передвигаться. Ну, и, собственно, и им тоже. Искусственные препятствия, так сказать. Так, ну, тем не менее, я... Блин, я не вижу ничего особо сложного. Это все-таки первый босс, поэтому... Я думаю, мы с ним справимся. Так. О, есть, маленькая отвалилась уже от одной. Хорошо. А, тихо. Аккуратно. В принципе, игра сразу как-то понимает, что игра тащит как минимум своим визуальным стилем, своим саундтреком. И, в принципе, разнообразен. Потому что, если, допустим, меня сейчас убьют, то, насколько я помню, по обещаниям разработчиков, уровень у меня будет совершенно другой. То есть, каждый раз, запуская игру, мы получаем новые уровни, новые предметы, новых врагов, которых здесь, по-моему, 80, что ли, разновидностей. Так, один готов. Так что игрушка, как минимум, на пару раз. Ну, давай уже, умирай. Ну, все, наконец-то отбегался вроде. Так, ладно, нам с него дали завтрак или обед. Честно говоря, не помню. Айзек все спит, ему снится подарок. А в подарок ему какашка с мухами. Да, что-то с психикой у паренька. Неполный порядок, надо сказать, отнюдь. Так, а тут у нас какой-то сундучок, в котором у меня, к сожалению, нет ключа. А может быть, я смогу его вытолкать на костер? Ну-ка, блин, неудобно. Это, конечно, глупая затея, скорее всего, не сработает, но, тем не менее... Блин. Ну, давай, ну... Блин. Скорее всего, нет, потому что настолько неудобно это все делать, что в здравом уме так никто не стал бы поступать с игроками. Скорее всего, это просто... Да, это просто было предположение. И очень глупое. Ладно, выходим пока отсюда, идем во вторую дверь. А здесь у нас какие-то прыгучие безголовые твари. Обалдеть. Напоминает мне почему-то окорочка. Так, ну, от меня никуда не денешься. Твою мать, какие вы поворотливые. Вот видите, довольно-таки неудобно целиться поначалу. Ну, как обычно, ко всему нужно привыкнуть, потому что это дело времени. Блин, опять эти пухлые зомби, которые опять сейчас начнут от меня убегать. Да-да-да. Блин, ну, как минимум за визуальный стиль игру можно уже любить. Блин, так, один готов. Все отлично. Хорошо. Еще мушки. Так, нам дали ключик. А куда мы можем его применить? Давайте сюда зайдем. Мы тут еще не были. Ой, блин, какая жопа. Че это такое вообще? Обалдеть. Ну, ладно. Зато нам тут дали бомбу. Тоже пригодится. Пилсь я. Нормально. Так, а это что, залупа? Залупа. Извините. Так, что дальше? Наверху, в левом углу вы видите карту. В принципе, она, я думаю, будет знакома всем любителям метроида. Потому что стиль отображения карты именно ее имеет. Если так можно выразиться. Так, ой, дохрена мух. Пока что мухи самый мой нелюбимый враг. Потому что они мелкие, и их дохренища. Ой, давай, 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 давай. Блин. Давай, 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 падай. Хорошо. Ну, давай, ну, ну, блин, дохрен попадешь. Твою мать, они меня убили. Дорогой дневник. Сегодня я умер. Я был убит этой штукой в подвале. Понятно, короче говоря. Мы стартуем по новой. Но теперь у нас другая карта. И, судя по всему, другие монстры. Ну-ка посмотрим. Да, точно. А монстры вообще какой-то непонятный, честно говоря. Хрен поймешь, что это такое. Что-то он как-то странно хныкает. Охренеть. Новый ключик, монетка. И тут у нас какой-то брызгающий, кровищий, отрубленный. Чудище с отрубленным головами, короче говоря. Ой, да, язык что-то сегодня у меня вертится слабовато. Уж простите, кто смотрит это и парится по поводу таких мелочей. Но, честно говоря, давайте-ка вот этот возьмем. Честно говоря, я зарабатываюсь. И поэтому на качестве это время нами сильно сказывается. Но игру я вам просто обязан показать. Потому что вещь это что-то с чем-то. Так, это что? Лимо. Мы подобрали лимо. Круто. Так, а тут у нас джемини. Близнецы, что ли? Да, точно. Скрепленные пуповины. Охренеть, это что за жесть? Так, он что, выдохся, что ли? Хорошо. Ой, какой ты жуткий. Так, ну-ка остановись. Давай, 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 давай. А второй маленький противный, значит у нас кидается всякая шняга. Ладно. Ой, так, тихо, тихо. Но тоже не особо сложный. Так что начало, судя по всему, это больше обучение. Ой, какая ты противная тварь, да? Ой, уйди от меня. Ох, иди, уйди, уйди, уйди. А, ну, судя по всему, он тоже скоро отбегается. Так что ладно. Давай, 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 давай. Совершенно несложно, надо сказать, сниму и валь. Но, тем не менее, интерес определенный во всем этом и есть. В последнее время у меня появляется такое желание, чтобы все эти игры появлялись на всяких айпадиках, потому что там, несмотря на обилие игр, действительно хороших очень мало. Но, тем не менее, даже в том виде, что и есть, на компьютере игрушка крайне неплохая. Так, мы попадаем на третий уровень, похоже. И у паренька тут у нас боязнь клаустрофобии. Или на первый, или на второй. Ну, в принципе, я думаю, на этом мы закончим. Это довольно-таки прикольно. Я могу посоветовать эту игру всем поклонникам таких простых, но увлекательных повлечений, потому что создатели супер-мидбоя, как, по крайней мере, один, это уже по-своему знак качества. Так что, надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего. Пока-пока-пока.